В символе веры мы исповедуем веру во единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Сегодня мы поговорим об этих основных свойствах Церкви. Первое. Церковь едина, потому что она создана по образу единого Бога. Она одна на всей земле. Единство Церкви по всему миру обеспечивается единством веры ее членов и единством Евхаристии, в которой все они участвуют. Апостол Павел уподобляет единство Церкви с Христом единству жены с мужем. Он метафорически описывает Церковь как чистую деву, обрученную единому жениху — Христу. Христос — глава Церкви и Спаситель тела. Он возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Церковь повинуется Христу как жена мужу, а Христос питает и греет ее, потому что мы — члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Второе. Церковь является святой по образу создавшего ее Бога, который свят по своей природе. Святость Церкви не умаляется грехами ее членов. Святость Церкви основывается отнюдь не на совокупных заслугах и добродетелях ее земных членов, а на святости Иисуса Христа, чьим телом она является. Будучи святой по природе, Церковь освящает собой всех своих членов. Это освящение происходит через церковные таинства, в том числе через исповедь и причастие. В таинстве исповеди человек кается в своих грехах перед Богом и получает прощение от Бога, что помогает, пусть иногда и не сразу, избавляться от грехов. А в таинстве причащения он принимает внутрь себя самого Христа под видом хлеба и вина. Третье. Церковь является соборной или, в буквальном переводе с греческого, всеобщей, вселенской, потому что распространена по всему миру, открыта для каждого человека, вне зависимости от его этнического происхождения или социального положения. Соборность — важнейшее качество Церкви. Она является соборной на всех уровнях своего бытия — вселенском, поместном, епархиальном и приходском. На вселенском и поместном уровнях соборность Церкви обеспечивается единством веры всего епископата, клира, монашествующих эмирян. На поместном уровне Церковь управляется соборами епископов, каждый из которых на этих соборах представляет не себя лично, но свою церковную общину, включая духовенство и народ Божий. Четвертое. Церковь является апостольской по той причине, что она несет ту миссию проповеди и крещения, которую Господь Иисус Христос заповедал Своим ученикам. Хотя основатель Вселенской Церкви Сам Иисус Христос, основателями первых местных церквей были апостолы или их преемники. В первые же годы существования Церкви апостолы стали поставлять пресвитеров и епископов для управления местными церквами, появлявшимися в результате апостольской проповеди. Так было положено начало апостольскому преемству в Церкви. Пятое. Быть членом Церкви значит пребывать в единстве с церковной иерархией, которой Бог вверил пастырское попечение о Своих овцах. Церковная иерархия состоит из трех степеней — епископов, священников и диаконов. Епископы являются прямыми преемниками апостолов. Священники и диаконы таковыми не являются. Священники получают право на служение от епископа, совершают священнодействие с его разрешения и от его лица. Диаконы помогают епископам и священникам при совершении священнодействий, но самостоятельно совершать их не могут. Епископы и священники — такие же члены тела Христова, как и миряне. Но у них особое служение. От имени народа Божия они предстоят перед Богом при совершении Евхаристии. Они управляют Церковью в отведенных им пределах. Они осуществляют пастырское попечение о вверенных им душах. Поэтому апостол Павел призывает верующих пребывать в послушании у церковной иерархии. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Шестое. Апостольское преемство иерархии — ключевое понятие православного учения о Церкви. Только та Церковь является истинной Христовой Церковью, в которой существует непрерывное преемство иерархии, восходящее к апостолам. Если такое преемство отсутствует или когда-либо прервалось, церковная община не может считаться истинной, а ее иерархия легитимной. Соответственно, и таинства ее не могут считаться действительными. Седьмое. Вера и Церковь тесно взаимосвязаны. В православном богослужении говорится «сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная». Эти три прилагательных указывают на важнейшие качества или свойства истинной христианской веры, но одновременно указывают и на качество Церкви. В частности, термин «православная» употребляется как по отношению к вере, так и по отношению к Церкви. В греческом языке он происходит от прилагательного, означающего «правильный», и существительного, имеющего двойное значение «мнение» и «слава». Буквальный перевод греческого слова «ортодоксия» — «правильное мнение» или «правильное учение о Боге». Однако славянские переводчики предпочли другой вариант передачи этого слова — «правильное прославление Бога». Тем самым был подчеркнут особый литургический по преимуществу характер понимания веры в славянской традиции. Быть православным значит не только иметь правильное мнение о Боге, но и уметь правильно славить Его. Восьмое. Православная Церковь является той самой единой святой соборной и апостольской Церковью, которую основал Иисус Христос и о которой говорится в символе веры. Учение Христа, Его апостолов и святых отцов она сохранила в чистоте и неповрежденности. Девятое. Вселенская Православная Церковь состоит из поместных церквей, каждая из которых, в свою очередь, делится на епархии, управляемые епископами. В состав епархии входят приходы — церковные общины, управляемые священниками. В настоящее время в мире существует 15 поместных православных церквей. Десятое. Крупнейшей из поместных православных церквей является Русская Церковь, объединяющая православных верующих, которые проживают в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, странах Балтии, государствах Азии, а также в Японии, Монголии, Китае и иных странах дальнего зарубежья, где есть приходы Русской Церкви. Во главе Русской Церкви стоит патриарх Московской и всея Руси, а во главе каждой епархии — правящий архиерей. При этом церковь управляется не единолично, а соборно. Каждый архиерей, включая патриарха, подотчетен архиерейскому собору, который и является высшей иерархической властью в Русской Церкви.